В своем завершенном виде Плацдарм, позже получивший красноречивое название «Малая земля», представлял собой участок суши протяженностью 7 и глубиной 4 километра. Жизнь здесь была невероятно трудна и опасна. Постоянно рвущиеся над головой снаряды и мины заставили моряков и пехотинцев зарыться глубоко в скалистый грунт, со временем создав хитроумные траншейные лабиринты. На крохотном клочке было обустроено 230 скрытых наблюдательных пунктов, более 500 огневых точек, созданы десятки подземных складов, электростанция, госпиталь. Здесь же в штольне, на глубине 6,5 метров, находился командный пункт всех объединенных в 18-ю десантную армию сил. Корабли и катера Черноморского флота могли снабжать десантников только по ночам, в дни, когда море оставалось спокойным. Собственно, именно поэтому у малоземцев никогда не было в достатке боеприпасов, продовольствия, медикаментов. Отсутствовало топливо для обогрева землянок в ненастную погоду. Не раз страдавшим от сильной жажды бойцам приходилось собирать дождевую воду. Из-за полностью простреливаемой противником местности на плацдарме практически не было тяжелого вооружения и напрочь отсутствовал транспорт. Единственным же средством доставки грузов от импровизированной пристани до передовой были специально переброшенные на малую землю ослики двух горновьючных рот. Несмотря на откровенно бедственное положение высаженных на берег войск, командование непрерывно наращивало десантную группировку. Наличие целой армии заставляло противника держать в постоянной готовности значительные резервы, тем самым ослабляя другие участки фронта. Само собой, долго подобное положение дел так оставаться не могло. 29 марта командованию 17-й армии Гитлером была поставлена задача сбросить советские войска в море. К выполнению операции «Нептун» привлекались силы четырех немецких и двух румынских дивизий, преимущественной авиационной и артиллерийской поддержки. Согласно задумке, советская оборона должна была быть быстро сломлена на обеих приморских флангах и в центре. С последующим окружением и разромом лишенных путей отхода остатков вражеской армии. Главный удар на ключевую высоту, гору Колдун, наносила опытная 4-я горно-стрелковая дивизия. Ее командир, генерал Герман Кресс, первоначально даже отказывался от всякого огневого содействия, ставя во главу угла фактор внезапности. Дату операции трижды переносили, и все же в 6.30 утра 17 апреля сражение началось. На труднопроходимой местности, превращенной в настоящую крепость, завязались ожесточенные бои. С самого начала все пошло наперекосяк. Как только егеря Кресса покинули свои укрытия, на их порядке обрушился плотный огонь из всех видов вооружения. В течение дня противник предпринял 19 атак, но всякий раз итог был тот же. Неся тяжелые потери, горные батальоны откатывались назад. Не помогла и авиация с артиллерией, практически беспрерывно обстреливающие, занятые 107-й стрелковой бригадой, четыре вожделенные сопки. На северном склоне 500-метровой гряды к вечеру казалось, все было уничтожено снарядами и бомбами. Но стоило только противнику вновь предпринять очередную атаку, как низкорослые кустарники и одинокие камни вдруг оживали, выплевывая в его сторону новые порции свинца. Об интенсивности огневого воздействия на гору Колдун красноречиво свидетельствует один факт. В первые сутки сражения проводную связь командного пункта 107-й бригады пришлось восстанавливать 28 раз. Не лучше обстояли дела и у остальных дивизий вермахта, бесславно завязших во многослойной советской обороне. Лишь на равнинной местности, в долине ручья, на стыке 8-й гвардейской и 51-й стрелковой бригад, противнику с большим трудом через 40 часов удалось прорвать первую линию траншей, вбив клин на глубину до полутора километров. В этот день активизировал свою деятельность и вражеский флот. Группы немецких и итальянских торпедных катеров по сигналу август перешли к атакам идущих к подздарму транспортных кораблей, всеми силами стараясь сорвать подвоз подкреплений и боеприпасов. 19 апреля, произведя перегруппировку, противник усилил давление на центр, сосредоточив на этом направлении две немецкие и две румынские дивизии. Каждый следующий день враг вводил в бой свежие резервы. Рано утром начинали бить его тяжелые батареи, затем в небе появлялись самолеты. Они буквально висели над советскими позициями, шли волнами по 40-60 машин, сбрасывая бомбы на всю глубину обороны и по всему фронту. Все это длилось часами, после чего начинались атаки пехоты и танков. Потери с обоих сторон были огромны. Как посчитают позже, в тех страшных весенних боях каждый второй советский защитник был ранен, четвертый убит. Но немецкое командование не знало самого главного. Начиная свою операцию, штабисты 17-й армии исходили из того, что ее частям противостоит от 12 до 15 тысяч солдат противника. На самом же деле они имели дело с одной стрелковой дивизией и шестью бригадами. А это, по меньшей мере, 40 тысяч советских солдат, каждый из которых не видел за спиной ничего, кроме моря. К 21 апреля немецкое наступление начало выдыхаться. Непрерывные контратаки частей 18-й десантной армии принесли свои плоды. Враг был вынужден перейти к обороне. Через неделю советские войска восстановят положение на Малой Земле, существовавшее до начала немецкого наступления. Следующие 4 месяца ситуация на данном направлении оставалась паттовой. С одной стороны малоземцы так и не смогли вырваться на оперативный простор. С другой, немецкое командование более не испытывало иллюзий в отношении скорой возможности ликвидации плацдарма. Осень не принесла вермахту столь желанной передышки. Сомнения в преданности общему делу румынского союзника, равно как и стремительное немецкое отступление на Украине, наконец заставили Гитлера разрешить отвод сил Стамани на Крымский полуостров. Ослабление противника не осталось незамеченным для советской стороны, которая сразу же активизировала свои действия. Как и прежде, ключевое значение в общем успехе отводилось быстрому овладению Новороссийскому. Сходящиеся удары с малоземского плацдарма и восточного берега бухты уже традиционно решили подкрепить выброской морского десанта. На сей раз план предусматривал одновременную высадку трех крупных отрядов численностью до 2000 человек каждый вдоль всей занятой противником городской береговой черты. Взаимодействуя с сухопутными частями, морпехи должны были способствовать уничтожению неприступных с фронта огневых позиций, параллельно сковывая основные вражеские резервы. Для выполнения поставленной задачи выделили значительные силы. В непосредственном штурме города задействовали 40 тысяч солдат, разделенных на сухопутные, восточную и западную, а также морскую десантную группировки. Поддержку атакующим оказывали 150 ударных самолетов и специально созданная артиллерийская группа, насчитывающая 800 дальнобойных орудий и две сотни реактивных минометов. В районе Геленджика построили укрепления, имитирующие немецкую береговую оборону. Каждую ночь в течение двух недель морпехи отрабатывали элементы посадки и высадки. Во всех отрядах были сформированы подразделения разграждения и закрепления, а также штурмовые группы. Немало времени уделили инженерной подготовке войск. Параллельно с сухопутными шла тренировка экипажей торпедных катеров. Моряки отрабатывали элементы маневрирования в узости Новороссийского порта, тренировались в торпедной стрельбе, уничтожении боновых заграждений. Всем частям были даны подробные инструкции в отношении их действий в той или иной ситуации, значительно увеличили число радистов. Можно с уверенностью сказать, это была одна из наиболее проработанных советских десантных операций периода Второй мировой войны. И все же без доли везения не обошлось. Уже в мирное время стало известно, накануне намеченной даты атаки противник узнал о готовящемся наступлении от попавшего в плен офицера. Само собой, немецкие части вдоль побережья тут же были значительно усилены и несколько следующих суток непрерывно находились в состоянии полной боевой готовности. К счастью, в связи с ухудшением погодных условий, дату операции в последний момент все же перенесли. В 3 часа ночи 10 сентября новороссийская наступательная операция началась. 148 боевых и вспомогательных плавсредств после 16-минутной артподготовки рванули к заранее определенным участкам высадки. Катера, тральщики, грибные и моторные баркасы, игнорируя огонь с земли, упорно приближались к занятому противникам побережью. Катера группы прорыва первыми подошли к молам, уничтожив боновые минные заграждения во входных воротах порта. Ими суммарно было разрушено около 30 дотов и дзотов вдоль береговой черты. За торпедными катерами в гавань на сторожевиках ворвалась группа атаки. Расстреливая обнаруженные позиции неприятеля, корабли стремительно высадили штурмовые отряды на западные и восточные молы, которые уже через несколько минут подали условный сигнал – путь свободен. Морские пехотинцы, орудуя автоматами и гранатами, в местах высадки главных десантных сил стремительно зачистили причалы. В это время противник, оправившись от первого шока, обрушил огонь на входные ворота в гавань, таким образом попытавшись закрыть огневой завесой 80-метровый проход. Однако было уже поздно. Груженные суда приставали на занятые передовым отрядом участки северней и южней главных морских ворот. Достаточно гладко прошла выгрузка третьей группы у пристани «Импортная», где в течение всего 30 минут была высажена большая часть 1339-го стрелкового полка. А вот 255-й морской бригаде не повезло. Малая глубина выбранного места помешала быстро приступить к десантированию. К тому же на участке прорыва большинство огневых позиций противника оказалось неподавлено. Здесь высадка шла очень тяжело, множество плавсредств было потеряно. Части 255-й бригады почти сразу были блокированы на побережье. Неся потери, бойцам с трудом удавалось сдерживать наседавшего противника. В конце концов, через сутки боя остаткам соединения через станичку удалось пробиться к своим. Не смогли сходу преодолеть мощную оборону и обе сухопутные ударные группировки советских войск. Как следствие, положение высаженных на берег частей резко осложнилось. И если опытным ветеранам Цезаря Кунникова из 393-го отдельного батальона морской пехоты еще удавалось держать свои позиции в центре гавани и даже захватить дом моряков и вокзал, то высаженный в помощь восточной группировке 1339-й стрелковый полк был полностью окружен. С целью его деблокирования на вторые сутки сражения на повторно занятый противником берег было высажено еще около 3000 советских солдат. Неся большие потери, пехотинцам удалось восстановить положение. В этот критический момент успех всей десантной операции был в руках солдат 383-го инженерного батальона. Саперы под ураганным огнем, вручную перенося камни через Камышевскую балку, сумели возвести шестиметровую каменную перемычку, через которую сразу же пошли танки. Ввод подразделений 5-й гвардейской танковой бригады и полка САУ имел решающее значение. С их помощью восточной группе, наконец, удалось взломать немецкую оборону в районе цементных заводов. Противник силами двух полков пехоты, поддержанных дюжиной штурмовых орудий и двумя десятками танков, тут же предпринял мощную контратаку. Встречный бой продолжался до темноты. К вечеру немецкое сопротивление пошло на убыль. Стало понятно, это были его последние свежие силы. В ожесточенных боях за город части вермахта действительно понесли тяжелые потери. Две портовые команды были полностью уничтожены, а многие полки, защищавшие город четырех пехотных дивизий, в силу своей малочисленности были сведены в батальоны. Все тактические резервы были израсходованы. Оперативных резервов из-за параллельно начатого советского наступления на других участках голубой линии не было. Ночью 13 сентября в порту, удерживаемым десантом, был высажен второй эшелон. Тогда же немецкое командование, опасаясь полного окружения, отдало приказ оставить город. Бои в Новороссийске продолжались еще по меньшей мере трое суток. Только 16 сентября Черноморский город был полностью освобожден. Эпопея Новороссийского сражения – это история всей Великой Отечественной войны в миниатюре. Здесь есть все те же общеизвестные ошибки командования, щедро оплаченные жизнями простых советских солдат. Тут же – обожженные стены и руины жилых кварталов, такие же точно, как в Сталинграде, на Украине, в Белоруссии и Польше. Есть здесь и боль многих сотен и тысяч мирных жителей, заживо погребенных под развалинами собственных жилищ, угнанных на принудительные работы или замученных концентрационных лагерях. А еще здесь есть подвиг, тоже один, общий. Солдаты, моряки, артиллеристы, танкисты и летчики. Здесь, в предугорьях Кавказа, на Волчьем перевале, пляжах Южной озеревки и Станички, поросших колючим кустарником склонах горы Колдун, не жалея себя, проливали кровь, мечтая лишь об одном – чтобы их родные, однажды подняв голову вверх, увидели там мирное синее небо. Друзья, цените и любите жизнь. И не слушайте тех, кто пытается нас сегодня убедить в том, что война – это хорошо. Спасибо каждому за просмотр. Для меня это был амбициозный и невероятно сложный проект, на который я потратил около трех месяцев работы. Не поленитесь и напишите, пожалуйста, интересен ли вам такой формат. Ну а я прощаюсь с вами. Услышимся уже очень скоро. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok